День добрый, дорогие друзья! Я приветствую вас в эфире программы «Семейный доктор» и в студии Анатолий Алексеев. Я рад встрече и сразу напоминаю телефон прямого эфира 727 12 49. Это тот номер телефона, по которому вы можете позвонить час и попасть прямо сюда в студию. Единственное, о чем я хотел бы предупредить, на все звонки телефона, естественно, я ответить не смогу. Но у нас сегодня на телефоне есть консультант Антонина Александровна. Она, так сказать, тем людям, которые не смогут попасть в эфир, задать вопрос мне, она постарается, безусловно, ответить. Итак, 727 12 49. У меня есть к вам перед началом сегодняшней передачи, у меня есть к вам одна просьба. Вот огромное количество вопросов приходит к нам на сайт, на электронный адрес программы «Семейный доктор» на телеканале «Современная гуманитарная академия». И основная часть вопросов в следующем – где достать программу, где достать это, где достать то. Друзья мои, вот когда вы выходите на этот адрес, www.sam-sebe-doctor.narod.ru, обязательно, вы не старайтесь сразу начать писать вопрос, где достать это или где взять программу Алексееву. Вы откройте, посмотрите, вот что есть-то на этом сайте. И вы вдруг с удивлением для себя обнаружите, что и программа там есть, и много еще чего есть. Посмотрите внимательнее. Может быть и не надо, так сказать, оставлять и там неделями ждать, когда вам ответят, так сказать, скажут, что вот, скажем, программа, контактный телефон и прочее. Когда эта программа есть уже на этом сайте. Пожалуйста, возьмите для себя правило все-таки знакомиться с содержанием самого сайта. Тогда многие вопросы просто отпадут сами собой. Итак, 727-12-49, я начну с вопросов, которые вы прислали. Первый вопрос от Олега. Ему 36 лет, из города Находки. Что делать после двухнедельного голодания? Спасибо, Олег, за вопрос. Спасибо не за то, что вы написали этот вопрос, а за то, что вы занялись программой. Если бы вы занялись лет в 30, было бы совсем хорошо. Но, к счастью великому, вам всего лишь 36 лет, и мне думается, что, занявшись программой, вы себе добавите в жизни лет, так это, 15 добавите, но только в активности и в дееспособности, что очень важно. После двухнедельного голодания нужно выходить в нормальное питание, что имеется в виду под нормальным питанием. Скажем, вы привыкли, или у вас сложился так режим питания, что вы утром обязательно завтракаете, обязательно обедаете, обязательно ужинаете. Да, и если вот сложить и завтрак, и обед, и ужин вместе, то у вас по количеству получится, где-нибудь там, ну, килограмма 2-2,5 в день вы съедаете. Двухнедельное голодание, вот относительный голод сам по себе, он требует резкого сокращения пищи, количества пищи. То есть, вместо того, чтобы съедать 2,5 килограмма, вы съедаете 250-300 грамм. 300 грамм всего лишь в день. И так, в таком режиме, с точки зрения питания, вы должны провести 2 недели. Естественно, после двухнедельного голодания, такого относительного, вам нужно выйти в свой принятый, вами принятый режим питания. В том числе, естественно, количественного, что интересно, что, конечно, вы уже 2,5 килограмм съедать не будете. Вам вполне хватит, и чуть ли не в половину меньше, что очень важно. Как это делается? Две недели, так сказать, ваш кишечник, ваш желудок отдыхал. Поэтому вы вначале, что делаете? Вы спокойно начинаете добавлять, вот к тем 300 граммам, вы добавляете, например, кашу. Вот я сегодня хотел дать обязательно один рецепт каши, вот после ответа на ваш вопрос, я этот рецепт дам. Каша, которая нужна всем мужикам. Она совершенно удивительна, а самое главное, она и молодым мужчинам, и пожилым мужчинам очень серьезно помогает. Вот помогает в каком смысле? При проблемах, связанных с состоянием желудочно-кишечного тракта, тогда, когда есть много, не нужно, надо помогать желудочно-кишечному тракту. А силы нужны, так вот это каша, которая как бы силу дает мощную, при этом не увеличивая жир, не увеличивая вес, не увеличивая объем, а как бы вот насыщая человека силой. Итак, вы начинаете в начале, первый день, через две недели, вот относительно голода, вы добавляете каши. На второй день вы добавляете, скажем, вегетарианский суп, хорошо бы протертый. То есть это вот так вот спокойно, в общем, готовится дома, тут особых проблем нет. А на третий день вы уже немножко как бы добавляете больше салатов. И таким образом, день от дня, в течение 4-5 дней, вы насыщаете свой рацион, приводя его в ту норму, к которой вы привыкли. Вот что нужно делать после этапа относительного голода. Ну а теперь, пожалуйста, рецепт каши. Я его как-то давал, но все увлеклись квашой и как пропустили этот рецепт. И кваша, и каша, это разные, так сказать, абсолютно блюда. Вот, но что важно, вот кваша и каша вместе дают совершенно удивительный эффект. Ну, рецепт каши я давать не буду, а вот каши дам, в силу того, что рецепт каши мало кто вообще помнит. Дело в том, что мы берем чистое зерно. Зерно ржи или пшеницы, или овса, или ячменя. Естественно, ячмень и овес должны быть ободраны, то есть это уже, так сказать, чистое зерно. Вы берете, скажем, одну меру к двум мерам. Одна мера, например, вот такой стаканчик чистой пшеницы, или ржи, или какого-то другого злака, и две меры воды. Вот меры зерна и две меры воды выливаются обязательно в стеклянную или эмалированную кастрюльку, ставятся на огонь, доводятся до кипения, и кипятятся на маленьком огне ровно одну минуту. Вот вы утречком, пока вы готовитесь, совершаете туалет, поставили, вот эту вот минутку потратили на то, чтобы довести до кипения вот это зерно с водой. Закипело, ровно через минуту выключили огонь, взяли эту кастрюльку с зернами и водой, укутали как следует, вот эту разогретую, и спрятали, а сами пошли на работу. Когда вы вернулись с работы, снова поставили на огонь, снова довели до кипения, снова одну минуту покипятили, и снова завернули, можно оставить на ночь, больше там на несколько часов. И потом у вас воды практически в кастрюльке не остается, можно третий раз точно таким же образом подогреть, скажем, утром. И там остаются такие вот крупные зерна, разбухшие, так сказать, этих самых злаков, и причем они иногда похожи даже на такую воздушную кукурузу, такую вот прямо такие аппетитные. Вот, и вот эту кашу вы берете, она три дня хранится даже без холодильника, там никаких проблем не возникает. Вы берете эту кашу в разогретое масло, не кипящее, а разогретое растительное масло, кладете эту кашу, добавляете туда немножко чеснока, немножко зелени, лучку, так сказать, ну, все, что вам нравится. В разогретое масло, я подчеркиваю. И чуть-чуть можно подсолить, те, кто любит немножко посолонее, так сказать, можно немножко подсолить. Да, распрогреть ее вот в этом горячем масле, прямо на сковородочке, на маленьком огне, и ешьте, пожалуйста, на здоровье. Вот по вкусу эта каша, да и по ценности, наверное, не уступает черной икре. Невероятно сытно, а самое главное, что, так сказать, вот эта каша никак не отягощает наш солдат. Собственный организм, она очень много дает сил, сил, там, так сказать, и белка достаточно, и углеводов много, углеводов это энергия, как вы понимаете, и витаминный багаж этой каши совершенно удивительный, потому что ведь каждое зерно имеет зародыш, что такое зародышевое масло, пшеницы, там, скажем, аллергии, объяснять не нужно, все прекрасно знают, весь комплекс витаминов необходимых нам, в том числе и антиоксидантов. Вот эта еда, которую я сейчас сказал, невероятно полезна для людей, у которых повышенный холестерин, у которых развитая форма теросклероза, у которых проблемы с сердечно-сосудистой системой. Вот эта еда становится для них лекарством, понимаете? Так что вот, пожалуйста, имейте это в виду. Вопрос от Владимира. Ему 46 лет, это Междуреченск и Кемеровской области. Крапивница замучила. При зондировании жалч с большим содержанием лейкоцитов. Нет возможности увидеть наличие паразитов. Жалч вязкая, необычно светло-желтого цвета. Врач-лаборант говорит, что идет какое-то воспаление. А вот что может быть, что это может быть и что надо делать? Что может быть, не могу сказать, понимаете? Потому что может быть все, что хотите. Может быть все, что хотите. От вирусного гепатита, который таким образом может сказаться с точки зрения симптоматики, до вульгарного воспаления желчных протоков, гепатоза такого, неинфекционного гепатита, связанного с механической перегрузкой желчных протоков в самой печени. Что, естественно, усиливает нагрузку на печень и вызывает застой в самом органе. Вот в печени, как в органе. Застой кровотока, застой крови. И возникает ситуация такой своеобразной печеночной ишемии. И вот тогда, когда эта ситуация возникает, вот вся эта симптоматика, в принципе, так сказать, тоже может быть. Поэтому единственное, что бы я вот в этой ситуации посоветовал сделать. Есть такие две травки. Можно либо ту, либо другую использовать. Одна трава называется солянка холмовая. Солянка холмовая. Одна трава называется... А вторая называется расторопша. И в аптеках, как правило, сейчас эти вот чаи из солянки холмовой или шрот из расторопшей практически всегда есть. Можно воспользоваться либо тем, либо другим. А как воспользоваться солянкой холмовой? Тут обычная форма. Вы готовите просто из солянки холмовый чай. Она уже может быть даже пакетированной. Но, в принципе, так. Там чайная ложка, по-моему, на стакан кипятка до столовой ложки. Даже столовую ложку на стакан кипятка. Заливаете кипятком и даете настоять минут 20-30 обязательно. Потому что солянка, она такая очень твердая травка с характером. И будучи таким существом с характером, она так очень аккуратно отдает свою силу. Поэтому её надо залить кипяточком под крышечку и так вот минут 30 дать постоять. Потом в тёплом виде, можно даже не оценивать, в тёплом виде выпить вот этот настой. Вот в этой ситуации надо этот чаёк пить, ну, хотя бы 2-3 раза в день. Хотя бы 2-3 раза в день. Ситуация улучшится или экоцитоз будет поменьше, безусловно. Широт расторопши принимается просто в рот, принимается, рассасывается с водой, так сказать, и проглатывается. Это сухие перемолотые семена расторопши. Вот после недельного, наверное, 2-х недельного приёма чая из солянки Холмова, и в силу того, что он абсолютно безвреден, он побочных действий никаких не даёт, это великолепный помощник печени солянка Холмова. Ну вот, и надо будет провести этап экстренного очищения организма, не печени, не печени. Я так понимаю, тут, слава богу, вот камней нет, но проводить, например, по идее-то надо было бы провести такой тюбаж печени. Но тут вот рановато, в силу того, что мне, например, не очень понятны истоки вот тех воспалительных процессов, которые идут в печени. Вот, поэтому, так сказать, мне кажется, что проводить тюбаж печени рановато, не нужно. А вот провести экстренное очищение организма с помощью магнезии, так сказать, мы не раз с вами эту процедуру обсуждали, это было бы желательно. Потому что, во-первых, вы освободите кишечник. Потому что причина может быть не только в печени, это причина может быть и в состоянии 12-перстной кишки. Это причина вот такого рода ситуации, возникшей в печени, может быть и в тонком кишечнике, в силу там спастических каких-то состояний. Это тоже может быть. Поэтому конкретно сказать не могу, а вот провести такое магнезийное трёхдневное очищение организма было бы очень здорово. Потому что тем самым мы помогаем печени сбросить лишнюю нагрузку и таким образом облегчить своё состояние. И, конечно, желательно было бы провести 15 скипидарных ванн. Почему именно 15? Потому что это цикл. Цикл, восстановительный цикл для чего? Вот я в самом начале, когда говорил про состояние печени, сказал, что это очень похоже на такую своеобразную печёночную ишемию. То есть тогда, когда возник кровеносный застой в самой печени. Так вот, для того, чтобы нам разогнать этот застой, освободить сосуды, освободить особенно микроциркуляционные, наладить микроциркуляционные процессы в печени и таким образом привести её в порядок, нужно и провести эти 15 скипидарных ванн. Вот это вот момент такой очень серьёзный. Сможете это сделать? Я вот сейчас наговорил вроде как много. В принципе, это всего лишь месячная программа. Месячная программа, которая может дать очень хорошие результаты для вас, Владимир. Так, Казахстан, как читал Ирина, меня очень интересует 29 лет, меня очень интересует решение проблемы сколиоза, кроме мануальной терапии, кроме мануальной терапии, если такое возможно, конечно, так как массаж не переношу вообще. В восточной медицине применяют иглоукалывание, но боюсь стать жертвой обычного шарлатанства. Хотелось бы побольше узнать о болезни, спасибо. Но сколиоз-то болезнь особая, сколиоз это искривление позвоночника, который, ну, крайнее выражение сколиоза это горб. Это горб, поэтому, так сказать, уж, пожалуйста, для себя имейте это в виду. Может ли, так сказать, вот обычная, там, скажем, форма сколиоза, практически сегодня нет человека, у которого в той или в другой степени не было бы сколиоза, потому что искривление позвоночника это практически сколиоз. А искривление позвоночника сегодня у всех, потому что в школе сидят дети ненормально, держать спину их не учат. К сожалению, великому упражнения, которые они делают, физические комплексы, которые дети делают наши в школе, они больше направлены на развитие мышечного каркаса, и каркаса какой-то силы, а вот укрепление позвоночника, мышц спины, оно как-то проходит мимо внимания преподавателей. К сожалению, великому без мануальной терапии очень трудно обойтись. Трудно обойтись, потому что это связано вот с особыми, наверное, особыми результатами мануального воздействия на мышцы околопозвоночника, на позвоночные столбы. Это чрезвычайно важно для того, чтобы поддерживать всё время в нормальном состоянии кровоток на уровне тех же самых процессов микроциркуляции, капиллярного кровотока. Это чрезвычайно важно. Но если уж так, оно получается, что вы не можете воспользоваться массажем, то, пожалуйста, есть замечательные совершенно упражнения, я вам могу перечислить. Первые упражнения, которые вам будут крайне необходимы. И в силу того, что это всё-таки, как вы делаете сами эти упражнения, поэтому никакого жарлатанства в этом не будет. Это упражнение доктора НИСИ, НИШИ, у нас так принято говорить НИШИ, это вот японский натуропат, который предложил свою систему оздоровления организма. И куда входит целая такая система из пяти упражнений. Из пяти упражнений. Вот эти вот пять упражнений НИСИ вам абсолютно необходимы, Ирина, необходимы. Особенно упражнение, которое называется «Золотая рыбка и капли дождя». Да, по-моему, так, вот такие вот романтические названия, но они очень нужны. Упражнение «Золотая рыбка» – это тогда, когда мы укладываемся с вами, вытягиваемся на постели и начинаем, так сказать, как бы работать хвостиком и руками, как плавниками, как плывущая рыбка, вот так. И второе упражнение – это капли дождя, это тогда, как опять же вы лежите на спине, вытянув перед собой, над собой, вот таким вот образом руки и ноги, и начинаете работать ими, как отбивая капельки дождя, которые на вас падают. Вот эти два упражнения, они невероятно важны для восстановления опять вот этого самого капиллярного кровотока. Это первое. Второе. Я бы подключил к этим программам доктора НИШИ, я бы подключил обязательно программу физическую, программу физических упражнений Мирзакарима Нарбекова. Почему? Потому что вот там есть целый такой круг упражнения, которое называется у него скрутками, тогда, когда он как бы старается вот позвоночник освободить на уровне каждого позвонка, проходя по позвоночному столбу. Ну, например, вот, скажем, у него есть такое упражнение одно. Я ставлю вот так, вот руки, как правило, держишь вот так, и я начинаю поворачиваться. И поворачиваюсь потихонечку, довожу шею и голову и плечи до предела, потом делаю несколько раз, два, три. Но при этом вся моя вот эта вот как бы фронтальная часть остается на своем месте. Мы стараемся как бы вот так вот потихонечку проработать весь позвоночник. И вот тогда, когда нам удается восстановить трофику, подвижность и устройство, вот столб сам позвоночного столба, вот тогда и начинаются те самые невероятно мощные восстановительные процессы. И при сколиозе тоже. Для того, чтобы восстановить вот, скажем, точность позвоночника, да, вот как говорят, чтобы позвоночник представлял собой действительно вот эту вот потрясающую, совершенно мощную, прямую пружину, на которой располагается все наше тело, все наши органы, я бы вам советовал плюс к тому, о чем я уже сказал, походить в бассейн. Вот есть такое водное упражнение, водные растяжки, водные растяжки. Вот этим надо еще немножко позаниматься, но хотя бы раз в неделю это надо поделать. И если это не запущенная форма сколиоза, если она не доведена уже до состояния горба, то я прошу прощения, вытаскиваясь со сколиозом, можете таким образом справиться. Евгений, 33 года, из города Томска, повышенный холестерин, 7-16. Подскажите, как вернуть в норму? Вот высокий холестерин, как правило. Определяется, ну как вот, доктор вам обязательно скажет, что нужно сократить, там, выйти на своеобразную бесхолестериновую диету, с тем, чтобы холестерин из еды убрать. Но, к сожалению, мы, как бы, так сказать, не научились на сегодня до конца определять, какой холестерин плохой в этом продукте, а какой хороший. И убирать из какого-то продукта, скажем, плохой холестерин, оставляя хороший. Ведь вы прекрасно знаете, что есть несколько, как бы, форм холестерина. Есть так называемый холестерин низкой плотности и высокой плотности. Так вот, один из холестеринов нам с вами крайне важен и крайне нужен. Без него не работает наша голова. Мы с вами, наш мозг абсолютно нуждается в этом холестерине. И многие интеллектуальные процессы, извините, зависят от того, как мы обеспечены этой формой холестерина. Они раздельно практически не существуют. Поэтому объединение пищи к холестеринам приводит, извините ради бога, к резкому объединению вот этой интеллектуальной, если хотите, базы нас с вами. С другой стороны, так сказать, и другой холестерин нам очень нужен, потому что без него не осуществляются процессы строения нашего организма. Поэтому нужно ведь не заниматься тем, чтобы как-то снизить потребление продуктов, которые содержат холестерин, например, жирного мяса или сливочного масла, а заниматься другим. Ведь проблема эта, проблема холестерина, проблема обменная. Проблема нарушения метаболических процессов в организме. Причем это происходит не на уровне, там, скажем, какой-то одной системы, а на уровне организма целиком. Причем, как правило, когда возникает вот такое повышение холестеринового содержания, что еще происходит? Резко повышается уровень свободных радикалов крови. А вот свободные радикалы на сегодня, свободный радикализм, вот эти вот перевозбужденные частицы, которые содержатся у нас, внутри нас, в нашей крови, огромное количество нынешних, так сказать, самых прекрасных представителей медицинской науки, биологии, которые утверждают, что свободный радикализм – это и есть то состояние, с которого рождается невероятное количество всяческих неприятностей, начиная от атеросклероза, ишемической болезни сердца, стенокардии, инсультных, прединсультных, инфарктных и прочих состояний, заканчивая онкологией. Понимаете? И всячески заканчивая так называемыми доброкачественными разрастаниями тканей, изменениями, образованиями, доброкачественными новообразовательными процессами, и всё находится вот в этом потоке свободных радикалов. Поэтому борьба со свободными радикалами становится одной из первых тогда, когда встаёт вопрос о холестерине, о содержании холестерина. Значит, первое, что мы должны с вами сделать – найти препарат, какой-то препарат, какой-то продукт, который позволит нам с вами резко снизить уровень свободного радикализма в организме. Какие это могут быть препараты? Самый первый и самый известный, и, к сожалению великому, мне, например, повезло, потому что мои родители меня в своё время в детстве заставляли это делать, ну, по крайней мере, до 12 лет или до 11, я помню. У меня дня не проходило, чтобы, так сказать, мама или отец засунули в меня чайную, там 2 чайных ложки рыбьего жира. Омега-3, вот тот самый жирная кислота, которая содержится в рыбьем жире, она нам нужна для антиоксидации. Это первое. Самый лучший в мире сегодня антиоксидантный препарат, который в этой ситуации будет, безусловно, помогать, называется Эноант, или, точнее так, это полифенольный комплекс плодов винограда. Полифенольный комплекс винограда. Это что такое? Это вытяжка из семян кожи и гребней самих кистей винограда. Вот у нас, так сказать, в России есть продукт, который называется Эноант. Это лучший в мире комплекс, полифенольный антиоксидантный комплекс. Эноант. Он нам нужен? Нужен. Что еще нужно было бы вам, Евгении, для того, чтобы вот эту ситуацию резко изменить? Причем изменить таким образом, чтобы уже вот этих вот проблем не возникало. Дело все в том, что вот эти холестериновые отложения в сосудах, ведь это более всего вас беспокоит. Ну, не говоря уже о том, что, конечно, повышенное содержание холестерина крови приводит и к значительному утяжелению состояния печени, состояния сосудов, соответственно, и сердца. Вам необходимо, во-первых, чистая вода структурированная, вот я не один раз говорил о фильтрах ФТМ, не один раз, чистая структурированная вода, которую вы должны в течение дня обязательно выпивать 2-2,5 литра, безусловно, потому что надо очень внимательным быть по отношению к состоянию крови. Если состояние крови, оно тяжелое сейчас, так сказать, не восстановить, то, извините, мы получим бед много больше. Первое. Значит, каждый день это просто надо взять себе за золотое правило жизни. 2-2,5 литра воды в день. От 1,5 до 2,5, я теперь говорю так. Потому что иногда возникает ситуация насыщения водой, да, и тогда организм перестает, как бы, требовать жидкости. Вот к этому надо себя привести. Второе. Применение антиоксидантных препаратов, о которых я говорил. И, безусловно, цикл скепидарных ванн, а может быть, даже и 2 цикла скепидарных ванн, я не знаю вашего давления, но если давление в норме, значит, смешанных, провести обязательно через 2 дня на третье надо делать эти ванны. Для чего? Для того, чтобы восстановить уровень липидного обмена в организме. Очень важно. Липидный жировой обмен в организме с тем, чтобы, во-первых, организм справился с теми наслоениями, холестериновыми отложениями, которые уже возникли на стеночках сосудов. Во-вторых, скепидарные ванны, повышая температуру тела, помогают организму, как вам сказать, нормализовать вот эти процессы жирового обмена на уровне фосфолипидов, липидов, низкой, высокой плотности и так далее. С тем, чтобы они шли в дело, а не откладывались. В-третьих, температурные вот эти эффекты, которые возникают при проведении ванн со скепидарными эмульсиями, они приводят к тому, что уровень антиоксидации резко повышается. То есть мы начинаем с вами таким образом защищаться очень серьезно от тех самых перевозбужденных частиц, от свободных радикалов. Все вместе приводит к тому, что мы с вами очень спокойно, очень мягко, в общем-то, так сказать, не вызывая у себя внутри никаких резких колебаний и резких изменений, помогает нам привести в порядок вот эту вот ситуацию, связанную с отложениями, с накоплением холестерина. Очень хорошо и мягко привести в норму липидный обмен. И, кстати сказать, при этом у нас с вами таким образом возникает еще одна возможность создать условия, при которых никогда мы с вами не будем накапливать лишний вес. А вот эта вот программа, вода, антиоксидант и скепидарные ванны дают возможность лишние килограммы в достаточной степени спокойно и безболезненно для организма убрать и освободиться от них. Вот такая у вас программа, Евгений. Вам 33 года, подумайте о том, как это важно. Ну а сейчас, на сегодня наша программа закончилась. До встречи через неделю. Всего вам доброго, здоровья желает программа «Семейный доктор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова